Вчера я общалась с моим любимым тренером, как я по нём скучаю, и сколько раз я его здесь уже вспоминала, мне его вот прям, его, нет, он даже не вот этой твёрдой там руки, его там пендали, нет, он вообще так не делает, он настолько умеет деликатно подойти, определить твои цели и сказать, Свет, ну всё, мы определились, мы начинаем работать теперь над твоими целями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, у меня начинается новая рубрика, рубрика называется питание тазиками, шучу, шучу. Это я, короче, настраивала себе салата, надеюсь, что мне хватит там на два дня. Сегодня тот день, когда приезжают мусорки и забирают мусор. В Канаде сортируют мусор, отдельно пищевые отходы, то, что быстро разлагается, отдельно пластик. Пластик вообще мы сдаём, вот я несу сейчас пластик, видите, насобирала разных коробок. Хочу вам показать, где и почём сдаётся пластик, сама первый раз несу. В принципе, мне недалеко идти до станции, где есть трамвай и разные-разные магазины, потому что в Канаде здесь так расположены дома, что в жилых кварталах вообще нет никаких кафешек, никаких магазинчиков вообще-вообще. И чтобы дойти до магазина, нужно прям идти вот в специально отведённое место, где есть прям очень много разных магазинов. Так как есть проездной, я всегда пользуюсь гуглом, и он показывает расписание маршруток. Кстати, это очень удобно, и это работает вообще везде, ну, по всему миру. Вы можете смотреть, какой маршруткой, куда вы можете добраться. Вот, и я таким образом немножко подъезжаю, так сказать, своё время экономлю на 5-10 минут. Музыка Ощущение, что я хожу на международный приход. Совсем недавно в этот приход приехали большая семья из Испании, плюс наша большая семья, вообще семья Бальвы, но я так примкнула к ним из Украины, и плюс здесь американцы, канадцы, в общем, ощущение, что мы в очень большом приходе. У нас сегодня мероприятие в приходе, и вот я делаю варенички готовые. Вообще у нас там был на сайте такой список, можно, типа, первое блюдо, салаты на десерты, и было свободное место только на десерты. Я записалась на десерты, потом я подумала, ну, это же сладкое, мне сладкое нельзя, я вот и буду сладкое готовить, буду облизывать ложки. Нет, я лучше сделаю вареньки. У нас тут так весело. Короче, это день какой-то кукурузы, я не знаю, то ли сбора урожая кукурузы, и вот они все едят кукурузы. Кроме кукурузы каждый еще принес какие-то разные-разные-разные угощения. Я вам сейчас все покажу. Похоже, это браунис, какие-то макарошки, салаты, опять макарошки, опять что-то в каком-то сметанном соусе, картошка, мои вареники, капуста, это похоже на, не знаю, огурцы, наверное, это какое-то, наверное, это сладкое что-то, не знаю, хочется все попробовать. Это салат Цезарь, это их сижер, может, сезонный? Просто все чеддер, зеленый лук, горячая. Фасоль с мясом, наверное, каким-то. Это, наверное, немножко чили с кукурузой. Это все фасоль. Это еще какая-то фасоль. Это похоже с говядиной срубленной, как фарш. Это тоже фасоль. Это, наверное, просто дома готовили и принесли уже готовую вот такую фасоль. Смотрите, самая разная. Это такая-такая. Смотрим дальше. Камни какие-то, зачем там? Sorry. И самое интересное, это... Также можно взять бесплатную водичку, а вот здесь варят кукурузу. Ответственные лица. Say hi. You can repeat, Аксинь. Okay. Привет, Украина. Привет. Привет? Украина. Украина. Did I say that right? Okay, we can together. Привет, Украина. Свято кукурузы. А что это? Ты знаешь, что это? Требова улыбка. Олия. Это, наверное, олия. Вот это... Синь. So, do you like кукурузу? В смысле, нравится кукуруза? Класс. Правда, сладкая? Да, сладкая. Вот ты целую большую взял, Даш? У нас правда, очень смачно. Угу. What do you think? Приветствия закончилась. У нас идет уборка. Хотим показать кухню. Вообще, во всех приходах в нашей церкви есть кухня. Так или иначе, маленькая или большая. Но здесь большой приход. Видите, здесь очень большая кухня. Две печки. Правда, всего один холодильник. Ну, наверное, это и так правильно. Два крана. И очень много шкафчика. У меня сегодня по плану. Покажу вам сортировку мусора. Вернее, пластика. Здесь сортируют мусор. И пластик принимают за деньги. Я не знаю, за сколько. Поэтому это первый раз. Мы с вами вместе посмотрим. Канадцы таким образом мотивируют сохранять природу. И любой мусор, который можно как-либо переработать, вот они собирают. Это не ради денег, это ради чистоты. Я даже в Украине рассортировала мусор. Поэтому для меня это прям привычное дело. Дальше. Я узнала, что все украинцы могут один месяц бесплатно ходить в спортзал. Я уже узнала, где этот спортзал. Сегодня мы с вами вместе зайдем. Посмотрим, что там внутри. Там есть разные спортзалы по Калгари. И есть даже спортзалы здесь на выезде с детскими горками. Каждый раз, когда вы заходите в автобус, нужно или предъявлять проезд, он показывает, или оплачивать проезд на входе. Так, бутылки принимают. А вот это не принимают. Вот такие коробочки не принимают, ребята. Почему можно их не приносить? Сейчас еще крышки. Крышки? Крышки? Крышки тоже не надо. Так что одни бутылки. Вот смотрите, какие бутылочки и коробочки принимают. Ну, может быть, где-то в другом месте принимают коробочки. Ну, в принципе, не пластиковые. Но здесь только... А, жестяные банки, кстати, принимают. А я выкину. Вот жестяные банки можно не выкидывать. Итого все вместе я получила 75 центов. Ура! Получила 75 центов. Так интересно, что на самом деле вот в этих административных частях здесь находится все очень-очень рядом. Вот здесь я сдавала бутылки. Вот здесь покупка и аренда автомобилей. Понятно, заправка и несколько продуктовых магазинов. Вот там вот, чуть-чуть дальше, мой ресторан Кек. Вот за вот этим вот зеленым, вот за вот этим... Где-где-где? Вот этим зеленым зданием чуть-чуть вот здесь стоит мой ТД-банк. А за этим ТД-банком находится спортзал. Здесь же можно поменять масло, заехать, покупать машинку. Разные-разные рестораны, японские, китайские, какие хочешь. И, кстати, на некоторых светофорах, на перекрестках, которые не полностью регулируются, ну, то есть, например, не на всех углах есть светофоры, а только на некоторых, специально есть такая кнопочка для пешеходов. И если вы подходите к пешеходному переходу и не нажимаете ее, то для вас зеленый свет может не загораться. Сутофоры для пешеходов включаются буквально на 5-10 секунд. Этого очень мало, это абсолютно не хватает, чтобы перейти дорогу. А потом загорается... То есть у них даже не зеленый, а у них такой белый человечек. А потом загорается красный моргающий человечек. И он может моргать еще секунд 10-20 в разных перекрестках по-разному. И вот за это время вы должны перейти. И потом просто человечек перестает моргать, и все, тогда красный нельзя переходить. Для меня это немножко... Ну, даже не то, чтобы странно или непривычно, а это даже неудобно, потому что вот я смотрю на светофор, моргающий человечек, и я не понимаю, сколько он еще будет моргать. То ли ему осталось 2 секунды, то ли он еще может 15 секунд моргать. И в этот момент я понимаю, что все, я уже не иду, я уже встаю. Особенно если это большие перекрестки. Зашла тут по дороге Хонде в салон. Вот Хонда Кона Электрик. Хочу посмотреть о ней немножко больше в интернете. Как вам цвет? Мне матовый серебристый не нравится. В смысле серый матовый не нравится. Мне нравится серебристый, он легче моется. Есть точно такая же в черной окраске. Ну, красавица вообще, и размер тот, что нужно. Она немножко выше, кроссовер, да? И не огромная, потому что огромная мне тоже не нужна. Но вот это с тропичным салоном, а вот это с кожаным. Вот, сейчас покажу внутри. Блин, ну машины, это, конечно, моя слабость, любовь и боль. Смотрю сейчас подержанные машины. Нашла у них такая интересная система. Здесь, в принципе, на паркинге очень много машин. На каждой машине, которая продана, есть уже знак продан. На каждой, которая еще продается, есть вот такой вот номер. И на их официальном сайте вы просто вводите номер машины, и вам высвечивается полностью все описание машины. Так что, в принципе, я могу здесь ходить даже без помощника или как его... Тот, кто подсказывает, говорит, рассказывает об этих машинах. Для тех, кто не хочет заходить ногами в банк, можно подъехать на машине вот к таким терминалам и сделать все свои дела, не выходя из машины. Представляете, как удобно? Солнце поднимается все выше и выше. Погода в августе немножко изменилась, пошли дожди. Вот, ребята, первые дожди. А мне надо на работу. Обуви у меня нет. Зонтик есть, но с зонтиком неудобно, поэтому я бегу на остановку. А что делать? А, мой автобус. Ура, ура, ура. И уже как бы загорать не хочется, уже хочется одеться. Вот. Сделала все, что нужно было в банке. По поводу 50 долларов на Амазон, они мне так и не прислали. И я спросила, она сказала, да, дождитесь, это будет аж в декабре. Говорит, вы когда активировали? Я говорю, ну, два месяца назад активировали. Да, в декабре вам пришлют. Что? Полгода спустя, ребята? Ну, ну... Получила две такие карточки. Они одинаковые. Это просто брелочек, чтобы не двигать с собой. А это более большая. В поддержку украинцев можно приобрести вот такие браслеты. Здесь открыто. Можно пользоваться. Браслет и катить. В баскетбольный зал. Вчера мне не разрешили поснимать. Сегодня я заехала в самый большой. Сейчас вам укратко чуть-чуть покажу. Ледовая арена. Каток. Карпа. Что, где находится? Большое здание. Как открытое пространство. Так, здесь есть несколько бассейнов. Большой, маленький, с пузырями и с волнами. Мне очень нравится, что здесь есть вот такие дорожки беговые. Прям по всему, вокруг всего здания можно бегать. Меня остановили и сказали, что бежать нужно только в одну сторону. В другую сторону бежать нельзя. Сегодня я решила, что нужно сходить купить наших каш в украинском магазине «Калинка». Потому что я что заметила? Я ем нормально салатов, ем курицу, и мне катастрофически не хватает сложных углеводов. Потому что мне хочется углеводов, у меня сложных углеводов нет. Нет, я ем хлеб, а это не то, что нужно. Наши вышибанки продаются. Квас. Напитки. Закрывачка «Верес». Вареники, пельмешки, киевский торт БК. 48 с половиной долларов. Мама дорогая. Полтора тысячи гривен. Ооо. Творог. Давно я здесь не видела творога. Чёрный хлеб. Интересно, как они сюда его привезли. Или они привезли, или здесь спекли. Хотя вряд ли. Ага. Вот и крупы. Боже, моя любимая пшёночка. Пшеничная крупа. Похоже, что это не украинский производитель. Хорошо, ребят, давайте я вам расскажу по ценам. Гречка есть самая-самая разная. Здесь и маленькая, и большая, и зелёная. И жареная, и не жареная. 8,20. Здесь 800 грамм. Вот такая гречневая ядрица. Видите, она прям вообще какая-то тёмная-тёмная. 900 грамм. А цена? А цена неизвестна. Цена 10,50. Следующая. 11,90. Здесь тоже 1 килограмм. Вот такая греча. Вот такую мы уже посмотрели. Вот такая зелёная. 7,90. Вот такая. Это мы уже тоже посмотрели. И вот такая, смотрите, 4,80. 800 грамм. Она такая немножко мелковатая. Прям сильно мелковатая. Но зато цена 4,80. Ну блин, это ж хорошая цена. Дальше. Есть овсянка, которую нужно варить. Я вот, кстати, всегда ем именно такую, потому что она самая вкусная. Есть пшено. 7,20 за 900 грамм. Есть вот такую пшено 4,90 за 800 грамм. Я, кстати, вот эту возьму по-любому. Манка есть. Я её смотрела в других магазинах. Говорят, она тоже есть. Но я её не видела. Ну и моя любимая пшеничка. Такая пшеничка. Столько странно настроения появилось. По-перше, в этом магазине говорят украинской и англитрической. И не поважают людей, которые говорят у российской. А в меня появился настроение, потому что я увидела пирожки. Дивися, бляши трешки с капустой, с картофелью. Такие пончики, начебто. Чебуреки, мвенцы, голубцы. Все, как дома. И моя улюблена киевская сушка. И малюбки, начебто, есть. Сумую, сумую. Так, конечно, я сумую за украинской ежей, за тем, что я звукла ести. Но в Канаде можно купить все. Ну, вгадаю, что я очень хорошо купилася. Есть пароль в этом магазине Калинка. Вы уже понимали, что нужно говорить украинской. А как привет вам нужно сказать доброго вечера из Украины. И всем новоприбулим делают снижку 5%. И, ну, собственно, это все. Так, Сереж, расскажи, что ты взял? Это стейки свинины, да? Рис. Стейк и лобстров. И рис. И рис. И овощи. И грибы. Машу. Машу? А где грибы? Я и грибов не вижу. Ну, я говорил с грибами. А вот маленький. Понятно. Грибочки. Зоя, что у тебя? Стейк, картошечка, картошечка и креветки. Креветки и овощи. А у меня это какие-то чипсы, начос, сыр и курочка. Уже не по курочке. Не очень сильно со спайси, но. И вот такие вот соусы. Это просто. А еще у нас был какой-то... Это тоже лобстер. Он был. Уже его нет. У Сережки сегодня день рождения. А нам несут тортик. Happy birthday to you. Кажется, осень начинается. Листья желтые. Подъехал мальчик на машине. Говорит, давай я помогу тебя снимать. Наверное, хотела познакомиться. Но я дала ему свой YouTube-канал. Пусть подписится. Правильно?